Приветствую вас, друзья, на очередной торговой сессии этой недели. Как всегда, мы разбираем с вами события минувшего торгового дня, анализируем, как они повлияли на финансовые рынки и, конечно же, обращаем внимание на то, что у нас впереди, опять же, тоже по фундаменту, из релизов, из повестки экономического календаря, с точки зрения того, как это отразится на динамике инструментов, которыми мы продолжаем спекулировать. Движения на рынке довольно существенные и если бы не нефть, которая устойчиво продолжает карабкаться вверх, снова у нас недалеко 80 долларов за баррель, то вчерашний день был бы крайне результативный, потому что мы фактически получили все, что хотели, мы увидели слабые рисковые инструменты, мы увидели укрепление позиций доллара. Причем доллар крепчал против рисковых активов, однако вот то, что нам нужно было по паде доллар-канадец, соответственно, доллар здесь ослаб тоже в соответствии с нашим с вами ожиданием. Я признаюсь, друзья, сегодня, когда увидел, насколько оказалась стремительной слабость именно американца против канадского доллара, я лучше сказать, насколько выраженным была бодрость канадца против американца, решил, что это все-таки связано с информацией по поводу нафта в тем известном обновленном документе североамериканского торгового альянса, который обсуждается. Ну, немножко даже разочаровался, когда понял, что то ралли, которое случилось на канадце, связано и сопряжено не с этим новостным фоном, а больше основано на как раз ралли нефтянки. То есть, с одной стороны, мы получили не ту динамику, которую хотелось по рынку нефти. Ну, вот, с другой стороны, мы увидели должную бодрость канадца, которая нам, как трейдерам, поставившим на то, что канадский доллар должен укрепиться, конечно же, была необходимой. Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы снизить пару долларов канадец еще гораздо ниже текущих уровней. Конечно же, мы поговорим и об этом. Я буду для вас следить за развитием событий. Вы сами все прекрасно видите. Знаете, знаю, что многие из вас так же, как и я, ставят на снижение пары доллар-кат. Ну, может быть, кто-то руководствуется более скромными целями, но все равно нас объединяет желание увидеть этот дуэт активов уж точно ниже планки 1.30. Мы медленно, но верно, сейчас, хотя даже медленно не совсем правильное слово, очень даже неплохо сейчас движемся как раз к этому рубежу. Сегодня на повестке экономического календаря два отчета. Конечно же, отчетов больше, но я советую выделить только два. Это индекс цен производителей по штатам. Это очень важный релиз, потому что своего рода репетиции перед показателем инфляции. Люблю я проводить аналоги и параллели. Например, если сравнивать этот индикатор с американским рынком труда, это что-то вроде ADP перед Non-Farm Perl. Соответственно, индекс цен производителей важен для нас, потому что перед инфляцией, которая выйдет позже на пензеле, у нас реальный шанс с вами получить еще один заряд бодрости и сигнал того, что мы правильно делаем, правильно действуем на финансовых рынках, покупая американский доллар. Доллар японской иена, вы сами видите, клов вчерашнего дня 111.61. Это еще не предел, друзья, потому что мы начинаем ролировать понемногу в преддверии, опять же, предстоящего заседания Федрезерва, которое должно стать результативным. Я думаю, что даже интереснее и правильнее сейчас говорить о проценте тех, кто не верит, что процентная ставка может быть поднята. Этот процент настолько ничтожный, что давайте даже не будем говорить об этих цифрах, потому что они в любом смысле ниже 3 или 4 процентов. То есть ставку поднимут. Доллар, конечно же, это заранее предчувствует. Мы видим, как реагирует на это доходность американский hard treasuries. Это для нас основной индикатор того, что происходит сейчас с оппозицией Федрезерва и то, что должно происходить с долларом. Ну, вернемся, собственно, к доллару и иене еще чуть позже. Помимо индекса цен производителей, сегодня еще в 17.30 у нас запасы нефти по штатам. Классический отчет от администрации аналитической информации, он выходит каждую среду за этим исключением. Если в начале недели праздничный какой-то день, то релизы, конечно же, смещаются. Сейчас это не так, все по расписанию. Ждем в 17.30 сегодня эти данные. Может быть, друзья, сейчас перейдем к нефти. Я чуть подробнее разберу то, что происходило. Но вот раз уж мы стали говорить про сегодняшний отчет от администрации аналитической информации, может быть, вчерашний рост нефти, опять же, основан на очень интересных показателях от Американского института нефти по запасам. Потому что запасы по версии АП резко просели и сегодня мы можем увидеть похожие цифры и уже от официальных данных. Соответственно, если ситуация повторится, ну, какое-то время котировки будут еще пользоваться спросом и поддержкой. Ну, теперь давайте вот как раз поговорим о том, что на рынке нефти происходит в моменте. 79.45, ну, возможно, уже где-то в районе 79.50 долларов за баррель. Вчера мы закрыли торговую сессию на отметке 79, примерно 20. И вчерашний день это, конечно же, мощное выраженное ралли, основным фактором которого сейчас можно охарактеризовать все-таки стремительно набирающий силу ураган Флоренс. Вот вчера мы говорили о том, что вряд ли он перерастет в нечто более крутое, чем уже был. Он находился, скажем, в категории потенциальных разрушительных последствий 2. Сейчас он уже скакнул до 4 категории, всего их 5. Приближается он постепенно к восточному побережью США. И вот вплотную он уже подойдет к нему к четвергу. И сейчас уже по итогам еще одной торговой сессии, учитывая, как быстро он действительно становится все более и более разрушительным по последствиям, считается, что он легко может быстренько шагнуть уже и в пятую категорию. На текущий момент, что у нас известно по этому урагану, то, что он реально может сказаться на показателях нефтедобычи. Ну, не знаю, друзья, насколько это действительно так, потому что такие природные катаклизмы мы с вами время от времени разбираем. Это фактически даже сезонные явления. Но я уж даже не припомню, чтобы когда в последний раз мы реально говорили о резком снижении показателя нефтедобычи из-за каких-то крайне непредвиденных и разрушительных последствий. Я не хочу преуменьшать значимость этого ураган, но и также не хочу преувеличивать. Хотя сейчас очень многие средства массовой информации, вот, по-настоящему Таймсу, пристрят заголовками о том, что это не просто ураган, он самый сильный за последние 60 лет. Ну, давайте, конечно же, будем надеяться, что ситуация станет более контролируемой, и обойдется без каких-то непредвиденных, крайне разрушительных последствий, и уж, конечно же, без человеческих жертв. Помимо, собственно, вот этого фона на рынке еще и обсуждаю вчерашний доклад от администрации аналитической информации, где сразу были понижены прогнозы добычи в нескольких ключевых регионах. Ну, во-первых, конечно же, это США, поскольку снижаются показатели нефтедобычи, с учетом сохраняющегося внутреннего высокого спроса, прогнозируется, что это приведет, в конце концов, к сокращению запасов, к снижению запасов, взять поддержку для нефти. Тоже бы не стал целополагаться сейчас на этот доклад, потому что ситуация, картина быстро меняется, и я не удивлюсь, если вот спустя месяц мы будем говорить уже о совершенно другом прогнозе, и более того, я не удивлюсь, что через месяц, оперируя данными еженедельными по объему добычи, мы придем к выводу о том, что ранее администрация аналитической информации несколько заблуждалась. Действительно, показатели нефтедобычи остаются на высоких уровнях, вы знаете, что штаты достигнут уже планки в 11 миллионов баррелей, и долгосрочный прогноз до конца этого года, он все-таки предполагает, что рост нефтедобычи будет продолжен. По Ирану также обсуждают эту тему, в августе добыча нефти снизилась на 200 тысяч, все это связывается с санкциями со стороны США, да, они вступают в силу только в ноябре, но уже сказываются в настроениях и заставляют многих партнеров, страновых, которые ранее работали с Ираном, уже сворачивать эту партнерскую деятельность и искать новые рынки, где можно закупать нефтянку. Про Иран мы тоже очень много с вами, друзья, говорили, локально, ну, может быть, уже с отсылка на вчерашний доклад, понятно почему, а кто-то решил подкупить еще нефть с этим, но долгосрочно я говорил о том, кто и почему может нивелировать любой показатель спада со стороны данного ближневосточного государства. Сегодня у нас официальные цифры по запасам, как я уже сказал, в 17.30, и параллельно еще будет представлен доклад ОПЕК, потому сколько нефти добывается сейчас, и как они видят загрузку собственных производственных мощностей, сколько планируют добывать в будущем. И статистика по запасам и доклад ОПЕК обладают существенным потенциалом разворота цен на нефть, вы должны это учесть, друзья, иметь обязательно в виду, если вы настойчиво продолжаете покупать нефть в расчете на то, что 80 долларов за баррель это ближайшая планка, которая пойдет, и котировками стремятся выше. Помимо того, что есть фундамент, уже в рамках текущей торговой сессии способно развернуть нефть, не принижайте значимость важного технического уровня, посмотрите, как часто нефтянка от этого уровня уже отбивалась. Возможно, техника сейчас будет усилена фундаментом, более располагающим к продаже. Вчера, собственно, у нас был ордер на продажу, я думаю, что те, кто руководствовался короткими стопами, уже закрылись по 100+, я предлагаю действовать в прежней конве, в ключе продажа, в расчете на то, что нам удастся поймать очень резкое, быстрое, внушительное медвежье ралли, и удастся отыграть, опять же, те потери, которые нам пришлось понести из-за вот этой непредсказуемой динамики. Рубль 69.42, откатились мы от 70, опять же, сегодня, друзья, тот новостной фон и статьи, с которыми я ознакомился, которые прочитал по поводу того, что произошло с рублем, пропитаны каким-то напускным позитивом о том, что худшее позади, и рубль отбился от этого рубежа, и дальше будет крепчать. Я надеюсь, что вы такие выводы не разделяете, потому что, на мой взгляд, сам факт того, что рубль сейчас в районе 69, 50, это простая техническая коррекция после теста 70, во-первых, потому что это нормальная динамика после такого роста, откаты неизбежны. Во-вторых, я очень надеюсь, друзья, то, что вы все-таки пофиксились на 70, как я рекомендовал, и пока что наблюдаете за развитием событий со стороны. Для тех, кто все-таки еще в трейдах, считаю, что рубль окажется под давлением, возможно, уже в рамках даже текущей торговой сессии, мы снова уйдем выше 70 и будем говорить уже об уровнях 72-73, но 75 пока давайте не будем, поскольку практически 10% девальвации, ну да, это серьезное движение. Почему я считаю, что рубль сегодня может оказаться под давлением? Ну, потому что сегодня в Конгрессе США будут обсуждаться новые санкции, усиление вот этого санкционного режима против российской экономики, и уже на опыте, я уверен, вы все знаете, как сам факт возможности установления новых санкций сказываться на настроениях и, собственно, на рубли. То, что в рамках российских ФВЗ сейчас наблюдается положительная динамика, это случайность. Я думаю, что эти активы будут по-прежнему сбегаться инвесторами, и понятно, почему нахождение в этих бумагах сопряжено с большими рисками, поэтому, к сожалению, негативная динамика, если говорить об этой динамике не в рамках торговых сессий, а в неделе, скажем, в перспективе, она сохранится таковой. Из этих бумаг выходят резиденты, из этих бумаг выходят не резиденты. И все это отголоски, опять же, о той жесткой политике, которую в адрес России проводит США, не нужно принижать значимость тех воздействий и рычагового давления, которые есть у Запада. Вы, думаю, те, кто копается более детально и подробнее в том, что мы видим сейчас по статистике, в том, что происходит реально в российской экономике, знаете, что негативные последствия, они уже настолько очевидны, что скрывать их невозможно. Рубль какое-то время был еще особняком, держался, но вот и пресс, в конце концов, обрушился на него. Трудно будет тормозить сейчас это ослабление, но, я думаю, что будет, конечно же, менее выраженным, чем некоторое время назад, но все равно рубль будет испытывать давление. Евро против доллара 1,1590. Европейская валюта развернулась. Рост, который мы наблюдали в начале этой недели, больше был связан с реакцией на восстановление британца, то есть функцию очень рост на комментариях о том, что соглашение по Бресту будет достигнуть в перспективе ближайших 5-8 недель, со ссылкой на господина Мишеля Бранье, который возглавляет делегацию переговорщиков от Европейского Союза. И Евро положился, опять же, на то, что это не просто комментарий, а своего рода дорожная карта того, что будет дальше, тоже немного подросся, но я говорил вам еще в рамках вчерашнего брифинга о том, что очень нестабильный позитивный фон, и поскольку политических соглашений все-таки нету, стоя только переговорам зайти в очередной тупик, эта тенденция будет обратная. Я думаю, вы уже могли заметить, сегодня Бритальниц у нас уже на пороге отметки 1.30, отбился он от планки 1.31, неприступный для него рубеж, это сейчас снижается, я думаю, что нисходящая динамика будет продолжена и дальше. И Евро, по сути, уже не на чем расти. Евро поджимает еще сильный доллар, Евро поджимает еще приближающее заседание Европейского Центрального Банка, уже завтра оно состоится. По ожиданиям мы говорили, что максимум на что стоит рассчитывать, это на пересмотр прогнозов по экономическому росту инфляции, но эти прогнозы, скорее всего, будут способствовать только лишь продажам. А если каким-то чудом нам удастся услышать о драге, о том, что планы могут выйти из программы количественного смягчения, немного быть скорректированы и, возможно, отложены на более поздний срок, собственно, так же, как и на более поздний срок, будет отложено первое повышение процентной ставки, ну, тогда европейская валюта и вовсе станет аутсайдером. Я надеюсь, друзья, то, что эти риски для вас очевидны, поэтому вы держитесь подальше от длинных позиций по евро против доллара. Доллар японская, иена, рост трежерис, это основной катализатор восстановления американца. Очень важно отметить, что вчера был геополитический риск, который мог очень сильно валить доллар против иены. Он связан с обращением Китая в ВТО с просьбой ввести санкции против США в ответ на ту политику торговых барьеров, которая проводится США в адреса Китая. Но доллар доказал и в этот раз свою стойкость. Друзья, я считаю, что развернуть американца, ну, может, какой-то супер нонсенс негативный, который, ну, пока что лично мной не предвидится и не прогнозируется в ближайшее время. Рост американского доллара будет все-таки продолжен. Вчера, кстати, вышел очень сильный отчет по бизнес-оптимизму малого бизнеса. Скажем так, и он не просто очень сильно контрастирует с показателями последних месяцев. Он оказался максимальным за все время наблюдения и введения данной статистики. Последний раз настолько оптимистичны. Малые предприниматели были в далеком 1983 году еще при Рональде Рейгане. Почему так сильно изменилась оценка оптимизма? Почему предприниматели настолько, скажем, с таким настроением смотрят в будущее? Я думаю, что это все отголоски той налоговой реформы, которой удалось провести Трампу. За это его благодарят. Положительные последствия уже очевидны для экономики. Поэтому мы и говорим с вами только про одну возможную траекторию действий Федрезерва, связанную с ростом процентных ставок. Дальше. Фунт против доллара. В двух словах уже отметил то, что мы отбились от планки 1.31. Явное доказательство того, что участники рынка еще не очень торопятся делать большую ставку, заводить большие деньги на потенциально еще большее укрепление фунта, потому что понимают, что ситуация резко может измениться в любой прямом смысле на момент. Переговоры продолжаются по поводу Брекзита. Это если снова упрутся в какую-то неразрешимую ситуацию, это будет равносильно очередному тупику, который сведет на нет весь этот прогресс. Я, кстати, продолжаю, друзья, не то чтобы рекомендовать, делать акцент, а настаивать на том, что нельзя еще отказываться от позиции, связанной с, пусть негативной позицией, но связанной с ожиданием того, что Англия не получит доступа к единому европейскому рынку. Может быть, на финишной прямой уже ближе к марту, ну хорошо, раз уж конечные сроки обсуждения ноябрь, к ноябрю удастся решить этот вопрос, но в доемря еще очень много воды уйти счет, и я думаю, что фунт еще не раз перепишет многомесячные минимумы, поэтому моя рекомендация остается, друзья, прежней, нужно держать короткие позиции. По австралийцу, по новозеландцу все замечательно, мы с вами все ближе, ближе к нашим заветным целям. По новозеландцу, кстати, лоу составил вчерашнего дня 0,6499,8, у нас с вами была цель 0,65, но вы понимаете, что речь идет о продажных ордерах, ордерах сел, которые исполняются по другим ценам, поэтому пока что еще мы не сделали профит, но если устали ждать, друзья, я думаю, что даже текущее значение, они достойны того, чтобы признать победу в трейде этой валютной пары, фиксировать профит и благодарить новозеландцу, что он был настолько предсказуемым для движения и помог нам заработать. А вот по австралийцу нам чуть-чуть еще остается подождать, лоу был на отметке 0,7083, то есть 83 пункта мы не натянули до цели, но завтра рынок труда по Австралии по ожиданиям безработица вырастет, мы настраиваемся на негатив, потому что еще один слабый релиз будет использоваться в качестве еще одной причины, аргументом, можно так сказать, для Резервного банка Австралии в пользу сохранения мягкой экономической политики. Поэтому по австралийцу, друзья, не хочется, опять же, каркать, но, возможно, мы доберемся до нашей цели уже до конца этой недели. Цель напоминает 0,70. Это, что касается влажных отчетов, думаю, что детально все разобрали. Остается пожелать вам только хорошей торговой сессии, прибыльных торгов, не забывайте контролировать риски. Вы сами видите, то, что волатильность по некоторым инструментам существенно превосходит средние значения за последние несколько месяцев. Настроения очень быстро меняются, рынок, в прямом смысле, мгновенно перезагружается. Нужно быть долгосрочно ориентированным трейдером. А в связи с этим, друзья, любая долгосрочная сделка должна подразумевать неприемлемую, обязательную работу с риск-менеджментом. И я традиционно повторяю вам, используйте стоп-лоссы, те, которые вы считаете правильными. Не допускайте существенной загрузки ваших депозитов, потому что на любом вспреске волатильности и мощных движениях плечо – это самый серьезный враг, большое плечо, которое может очень, скажем, негативно отразиться на состоянии ваших депозитов. Увидимся, друзья, мы с вами завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Будем говорить о том, что произойдет сегодня с нефтянкой. Уверен в том, что движения будут значительными. Всего доброго, до свидания.